Губернатор края посетил поселок Сета в районе имени Лозо. Сергей Фургал проверил ход строительства культурного центра и побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте. В ближайшее время власти рассмотрят возможность направлять в амбулаторию стоматологов из Хабаровска. Тему продолжит Любовь Краснослободцева. Амбулаторию на полторы тысячи жителей в Сети открыли в конце прошлого года. В здании оборудованы стационары, кабинеты терапевта и педиатра. Также есть прививочные и процедурные кабинеты. По новому проекту здесь предусмотрено жилье для фельдшеров. Но есть одна важная потребность. Это стоматологический кабинет. В проекте его не было, поэтому губернатор предложил привозить специалистов с оборудованием в Ситу на несколько дней. Мы сейчас смотрим программу, может быть по машинам стоматологическим. Мы думаем, как. Мы бы смотрели, например, приехала машина, пререкомендировалась, допустим, 10 дней, 15 дней. Ну давайте задания сейчас дадим, посмотрим стоматологические, потому что без этого нам никак. Без этого нам никак. Это я с вами согласен полностью. Мы готовы быть пилотным районом. Сергей Фургал посетил и будущий культурный центр в поселке. Сейчас здесь идет отделка помещений. В клубе откроют творческие мастерские и зрительный зал на 150 человек. Директор краеведческого музея Иван Клюков рассказал, что есть возможность организовать в новом центре передвижные выставки. Готов помочь и со следующего года, как только ведется в эксплуатацию, передвижной наш фонд выставки возить. Также глава музея имени Градекова пообещал помочь местному школьному музею и передать витрины под экспонаты, в которых будут храниться редкие архивные документы. Нашему музею не хватает, как вы видите, витрин. Давайте мы этот вопрос обсудим уже вот один на один. И возможно мы и изыщем. Жители Ситы неоднократно жаловались губернатору на качество дороги до села Обор, которую полностью разбили лесовозы. В ближайшие две недели в район Ситы для проведения работ выдвинется дорожная техника. К 2020 году запланировано заасфальтировать участок от Владивостокской трассы до перекрестка с Бамовской веткой. Любовь Краснослободцева, телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин